Мы уже привыкли рисовать сердце с четырьмя камерами. Я нарисую его таким образом здесь. Две камеры сверху — это предсердие, и две камеры побольше я изображу снизу. Это желудочки. Это будет правое предсердие, это левое. Вот это правое, это левое, правый желудочек и левый. Мы всегда смотрели на сердце под этим углом спереди. Но что, если бы я изменил проекцию? Сейчас сотру вверх схемы. Что, если изменить угол зрения? Я сейчас нарисую здесь пару глаз. Скажем, вместо того, чтобы смотреть спереди, вы посмотрели бы на него сверху, вниз. Что бы вы увидели? Если убрать со схемы желудочки, так ли оно будет выглядеть? Я их убрал и нарисовал для вас, как это будет выглядеть. Глядя на это, вы наверняка думаете, что это так отличается от привычной нам схемы. Вначале нужно сориентироваться. Давайте это сделаем. Нам помогут маленькие подсказки. Давайте начнем вот с этого клапана. Мы знаем, что у него три створки. И у него есть вот эти маленькие хорды. Вот они здесь и здесь. У него есть хорды, которые называются сухожильные хорды. Как мы знаем, всего у двух клапанов есть сухожильные хорды. Это предсердно-желудочковые клапаны. Так что, вот один из них. Это должен быть один из двух предсердно-желудочковых клапанов. Но только у одного из этих клапанов три створки. Он так и называется – трехстворчатый. Итак, это он – трехстворчатый клапан. Чтобы найти другой предсердно-желудочковый клапан, посмотрим, где еще есть сухожильные хорды. Вот они. Это подсказывает нам, что этот клапан – один из двух предсердно-желудочковых, второй. У него всего две створки. Значит, это метральный клапан. Тогда оставшиеся два – левые. Один из них – аортальный клапан, а второй – клапан легочной артерии. Как понять, который из них который? Используем еще одну подсказку. Как видите, здесь есть маленькое отверстие для крови. Кровь течет отсюда и вот отсюда. Она попадает в эти маленькие сосуды, обернутые вокруг сердца. Как вы помните, они называются коронарными. В данном случае это артерии – коронарные артерии. Кровь попадает в коронарные артерии через один из клапанов. Давайте подумаем. Я нарисовал его красным. А красный цвет в моих схемах означает кислород. Итак, обогащенная кислородом кровь проходит в эти артерии. Откуда она идет? Если бы это был клапан легочной артерии, то ничего бы не вышло, потому что кровь в нем еще не обогащена кислородом. А мы знаем, что кровь здесь его содержит. Значит, это аортальный клапан. У аортального клапана обычно тоже три створки. Итак, это аортальный клапан. Я не нарисовал саму аорту, как будто ее вовсе нет. Но если представить, как это выглядит, на самом деле получилось бы что-то вроде этого. Она проходила бы сверху, вот так, и кровь бы протекала через аорту. Но я не стал ее рисовать. Итак, у последнего клапана тоже три створки. Две створки только у метрального клапана. У всех остальных по три. Итак, это клапан легочной артерии. Вот как здорово! У нас получилось сориентироваться по подсказкам на рисунке. Кстати, о коронарных артериях. Вам, наверное, интересно, что изображено синим вот тут. Это коронарные вены. Что интересно, эти вены впадают прямо в правое предсердие. Впадают ли туда большинство вен в нашем теле? Вены в почках, вены в пальцах. Они вливаются в большие сосуды или в верхнюю или нижнюю полую вену. Я сокращу это до ПВ. Полая вена. Через эти вены проходит кровь из всего тела. Но коронарные вены уникальны тем, что они снабжают сердце. Они сами по себе, и они входят в правое предсердие. Камера, которую мы стерли, правое предсердие. И они входят прямо туда, больше никуда. Это довольно интересно. Здесь это тоже можно увидеть. Последнее, что я хочу сказать об этой схеме. В самом-самом центре есть маленький синий кружок. Что это такое? Это уникальный участок ткани. Мы о нем уже говорили и рассматривали его в другой проекции. Это предсердно-желудочковый узел. Он соединяет два предсердия с желудочками и отправляет сигнал. Он отправляет через них деполяризационный сигнал. Я сделаю набросок предсердий и желудочков. Когда предсердия сокращаются, всегда происходят следующие. Сигнал идет из синусно-предсердного узла. Ему нужно пройти через предсердно-желудочковый. Затем идет вниз и разделяясь налево и направо. И, конечно, в другое предсердие. Это просто схема того, как это выглядит. Помните, что мы смотрим вот на этот квадрат в середине. Представим, что сигнал может идти по-другому. Скажем, он может пройти через стенки сердца. Через стенку предсердия к стенке желудочка. Или пройти через клапан. Представим, что он проходит через клапан. Это значит, что предсердно-желудочковый узел не справляется, поскольку его задача — создавать задержку. Как вы помните, одна из его особенностей — задержка сигнала на десятую долю секунды. Она бы не случилась, если бы сигнал пошел по другому пути, если бы он прошел в обход этого узла. На самом деле, вся эта область, я помечу ее для вас, все вот это не способно отправить какой-либо сигнал. Ни один заряженный сигнал не может через нее пройти. Деполяризация в этих местах просто не может пройти даже через клапаны. И это важно, потому что если бы этого не было, то сигналы проходили бы во все стороны. Но оболочка предсердно-желудочкового узла непроницаема. Она не пропустит никакой сигнал. Этот узел — это просто проход от предсердий к желудочкам. И это четко можно увидеть на этом разрезе. И последний вопрос, который у вас может возникнуть. Из чего она сделана? Оболочка непроницаема, но из чего она? В основном, это коллаген. Почти вся она состоит из коллагена. Запишем это. Может, здесь будет место? В основном, это коллаген. Итак, кольца клапанов на самом деле фиброзны. Это фиброзные кольца. Между фиброзными кольцами клапанов и коллагеном нет абсолютно никакой проводимости. Это не миоциты. Это не проводящая ткань. Это в основном белок. Поэтому сигнал через него не проходит. Основный бетон. Убийц. Только прикольное порядок. Доброе. Убийц. Убийцы. Убийц. Убийц. Продолжение следует...